От уборки помещения до медицинского ухода в Магнитогорске реализуется проект «Хоспис на дому». Помощь тяжело больным оказывают медицинские и социальные работники. Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. Вы себя как чувствуете сегодня? Да как всегда плохо. Почему? Потому что я инвалид первой группы. Галине Петровне 82 года. Из них последние три женщина прикована к кровати и нуждается в помощи. Самостоятельно она может разве что пить воду, либо листать страницы газеты. Сама сможешь встать на ноги? Нет. Не можешь? Нет. Тяжело. А сидя? Сидеть можешь? И сидеть не могу. И сидеть она не может. Необходимую помощь на дому Галине Петровне оказывают сотрудники Центра обслуживания населения. Свою подопечную они навещают ежедневно. Не так давно в комнате установили многофункциональную кровать со стойкой, столиком и противопролежневым матрасом. Немножко такой массажный эффект. Ячейстый матрас. Какая-то часть матраса сдувается, какая-то надувается. Такой вот массажный эффект. И это как профилактика пролежней очень хорошая. Две многофункциональные кровати приобрели в комплексном центре обслуживания населения Ленинского района. И все благодаря проекту «Хоспис на дому». Он стал одним из победителей конкурса «Активное поколение». Сумма гранта составила 150 тысяч рублей. На средства мы приобрели две многофункциональные кровати, которые оборудованы специальными матрасами. Потом прикроватные стойки, столики и печатную продукцию для того, чтобы донести до граждан нашу идею нашего проекта, чтобы информировать граждан. Сотрудники центра хотят, чтобы о проекте узнали, как можно больше горожан. Сегодня они провели встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Я, например, не знала, что у меня была ситуация, когда у людей человек тяжелобольной был и не знали, где кровать взять, где санитарное кресло взять. Кажется, можно сейчас взять абсолютно бесплатно сумки проката в Ленинском районе в соцзащите. Сегодня в организации имеются четыре койка места. Правда, все они пока заняты. Получить медицинское оборудование во временное пользование могут тяжелобольные люди, нуждающиеся в паллиативной помощи. А таких только в комплексном центре Ленинского района около 30 человек.